Доброе утро. Мы говорим очень позитивному, веселому человеку Екатерине Чембровой, детский психолог и педагог, игропрактик и создатель детского клуба. Доброе утро. Доброе утро. Очень невеселая у нас тема сегодня на самом деле для родителей, которая часто ставит в ступор неудобные вопросы ребенка. У ребенка они в ассортименте, а вот ответов у взрослых, как правило, не так много. И прямо сейчас будем говорить, как на эти вопросы отвечать. Ну, начнем, конечно, мы с вопросов. А это, например, такие вопросы, как «Почему вода жидкая?» Вы, например, знаете, для многих родителей это неудобный вопрос, потому что они не знают, как ребенку это объяснить. Или «Для чего есть девочки и мальчики? Почему они разные?» Вот как вы думаете, что на это можно вообще ответить ребенку? Так устроено природой. Так вот получилось. Сколько дополнительных вопросов последует. Что такое природа? Что такое устроено? Ну и каждый раз отвечать. А как отвечать? Самое главное – это, если что, признать, что мы знаем не все. И сказать, это действительно интересные вопросы, давай сейчас вместе узнаем. Вообще пик любознательности приходится на 4 года. В этот период ребенок задает примерно 73 вопроса в день. О, да. Серьезно? 73? Да. Как мама 4-летки, подтверждаю. Да, но есть еще такой нюанс, что детям в этом возрасте становится интересно, почему же, кстати, есть девочки и мальчики, чем они отличаются, откуда берутся дети, откуда появился я, как мама меня родила. Да, и родители эти вопросы приводят в такой ступор, потому что взрослые сексуализируют эти вопросы. Дети же спрашивают это из интереса, потому что они не понимают, как это произошло. И очень часто можно просто ответить коротко, главное не врать, а сказать, как это действительно было, не то, что там тебя принес АЭС, например, или нашли в капусте. Очень популярная тема. Да, ребенок понимает, что, ну что-то тут уже не так, это можно ответить годовым. Я на АЭС-то не похож. Вообще зима была, АЭС-кингидитал. Да, что ты появился у меня из животика, и на этом чаще всего в 3-4 года можно закончить. Да, вот моя 4-х летка не закончила. А как я появилась в животике? Значит, мы продолжаем и говорим, когда... Туда тебя АЭС принесла такая, давай! Мы объясняем, что у тебя есть мама и папа, мы взрослые, мы полюбили друг друга, и у нас было столько любви, что нам захотелось создать человека. И так появилась ты. Как это может быть? Папа поделился семечком или еще что-то. Главное не вдаваться в подробности, если ребенок как бы не просит. Обычно это происходит уже в возрасте ближе к школьному. И не стараться рассказать все и сразу, а постепенно отвечать и не испытывать при этом стыд. Потому что часто родители начинают волноваться, теряются, испытывают стыд, дети считывают эмоции хорошо, и они не будут дальше вас спрашивать. И интерес, он же есть. Если тема запретная, то ребенок будет узнавать и принесет откуда-нибудь с улицы. Лучше установить такое доверительное общение между вами, для того, чтобы ребенок узнавал через вас. Вот у меня ребенок, например, задал вопрос, почему дяденька курит? То есть у нее в семье такого нет, она это не видит. И она увидела на улице, и у нее такой задаченный вид был. Она сразу поняла, что это называется курит? И я сама не... Ну, я не помню, как слово само выяснилось, но я не нашла сама в себе ответа на этот вопрос. И сама оказалась в том самом ступоре. Вот в таких ситуациях мы говорим, это вредная привычка. Если вы не знаете, например, как ответить ребенку, откуда появляются эти вредные привычки и почему они вредные. То есть мы объясняем, что из-за этого можно заболеть. Можем показать какую-то картинку, не сильно пугающую ребенка, естественно. Мы говорим, давай вместе посмотрим, откуда они берутся, я не знаю. Часто родители не могут признать, что они чего-то не знают, пытаются как-то выкрутиться или перекладывают ответственность на здорового родителя. Да, типа там у мамы спроси или у папы спроси. Здесь мы говорим о том, что признаем, во-первых, что мы знаем не все. Это тоже очень важный такой воспитательный момент, потому что детям тяжело признавать, что они что-то не могут, могут где-то проиграть. Мы показываем своим примером, что мы тоже можем не все. Мы показываем, как нужно найти эту информацию. То есть давай сформулируем, например, и поищем или спросим у Сири, откуда появляются вредные привычки. Или у Алисы, или у Маруси. Или у Алисы, да, или у Маруси со своими милыми глазками. Нужно ли ребенка в этом плане ограждать от какой-то информации негативного характера или пугающего? Есть какие-то в жизни страшные вещи, ребенок тебя спрашивает, а когда бабушки и дедушки умрут? Тоже вопрос смерти, он часто появляется у детей. Вопрос смерти появляется часто, и это возрастная особенность. То есть в возрасте примерно 4-5 лет дети испытывают страх смерти. Это возрастной страх. Если не происходит каких-то травмирующих событий, то он невротически не перерастает. И самое главное быть спокойным и сказать, да, все люди умирают, когда становятся старыми. Все растения умирают. То есть мы до этого живем счастливую жизнь, приводим какие-то позитивные моменты, рассказываем об этом, но говорим, что да, такое случается и ни в коем случае не отрицаем. В сказках есть сакральный смысл, где есть вот эта вот грань жизнь-смерть, но в современных сказках и современные родители часто хотят остеречь своего ребенка и не читают... Переделывают сказку, да? Да, переделывают сказку. Если ребенок спрашивает, например, мама, а что будет, если ты умрешь? Сразу пугаются и говорят, что это за вопросы вообще. Ну да, родители тоже пугаются. Что ты спрашиваешь? А что, я что-то не знаю, да? Что ты подсыпал мне? Нужно понимать, что это возрастной интерес ребенка, и для того, чтобы не переводить эту тему в запретную, и ребенок мог с вами это обсуждать, нужно отреагировать спокойно и быть готовым к этому вопросу. А для этого всем родителям нужно знать возрастные особенности детей. Нужно какие-то книжки специальные, наверное, читать. По возрастным особенностям сейчас очень много информации, и краткой, и полной. То же самое касается и полового воспитания, которое нужно начинать уже с одного-двух лет, рассказывая ребенку, что есть такие части, которые не нужно показывать другим. И это также вырабатывает половую безопасность. Эти темы избегаются родителями, но они очень важны, и ребенок обычно находит ответы в других местах, и с родителями это не обсуждает, узнается это каким-то косвенным путем уже. Ну, теперь, я думаю, после этого разговора не бывает таких неудобных вопросов, на которые вы бы не нашли ответы и не нашлись бы, что сказать. Все благодаря Екатерине Чемровой, детскому психологу, педагогу, игропрактику и создателю детского клуба.